Усиление акций протеста в Казахстане, визит Джозепа Борреля в Украину и утилизация новогодних елок. Об этом и не только говорим прямо сейчас. Это новости. Добрый вечер. Ситуация в Казахстане стремительно накаляется. В стране объявлено чрезвычайное положение. Силовики применяют спецсредства против митингующих. В Алматы полиция подтвердила информацию о сотнях раненых, а СМИ сообщают о погибших. Тем временем митингующие захватывают и поджигают административные здания и сносят памятники. В Евросоюзе призвали все стороны избегать эскалации и насилия. Подробнее о событиях в Казахстане далее в нашем материале. Шумовые гранаты и слезоточивый газ применили силовики против протестующих в Казахстане. В Алматы демонстранты захватили здание городской администрации и бывшую резиденцию президента страны. Протесты охватили почти все областные центры. В соцсетях местные жители размещают видеостычек с полицейскими. В ряде случаев силовики переходят на сторону демонстрантов. Тем временем пресс-служба международного аэропорта Алматы сообщила о захвате здания митингующими. По всей стране демонстранты начали сносить прижизненные памятники Нурсултану Назарбаеву. Провластные и российские СМИ пишут о якобы беспорядках, которые устраивают демонстранты. Митингующие отмечают, что на фоне протестов действуют провокаторы. Народ хочет перемен. Устали от нищеты, от воровства, которого руководит наша страна. Хотим перемен. Хотим, чтобы народу досталось народное достояние. Хотим, я еще раз хочу подчеркнуть, никто ничего не грабит, это провокаторы. Люди стоят мирно и мы требуем мирные решения от правительства. Тем временем в Евросоюзе призвали уважать право жителей на протесты. ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию. ЕС ожидает, что власти Казахстана будут соблюдать свободу СМИ и доступ к информации. И сообщения на сайте делегации Европейского Союза в Казахстане. Сообщения появляются на фоне полного отсутствия в стране интернета. Недоступны сайты казахских СМИ и правительственные порталы. Однако же днем в эфир сумел пробиться президент Казахстана. Он заявил, что Нурсултан Назарбаев больше не руководит Советом национальной безопасности. Отныне пост занимает сам президент. И он не намерен покидать столицу, пригрозил максимально жесткими действиями. Как глава государства, из сегодняшнего дня, председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопрос и безопасности нашего государства. Также глава государства заявил о введении режима чрезвычайного положения еще в нескольких регионах страны, помимо Алматы. А также об отставке главы правительства. Протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались в воскресенье в Мангистауской области. Ко вторнику они охватили практически все крупные города страны. По мнению оппозиции, причина протестов – недовольство властью. А повышение цен стало последней каплей. Внезапное появление, такой новогодний подарок для казахстанцев. Это все взорвало ситуацию. Но это был повод. На самом деле люди обозлены ухудшающимся социально-экономическим положением в стране, фальшивыми выборами. Если посмотреть хронику событий, которые произошли вечером в Алмате ночью, то мы видим, что народ собрался, возбужденный. Но никаких эксцессов не было, пока власти не стали применять светошумовые и иные спецсредства, которые просто кого-то озадачили, кого-то разозлили. В соцсетях очевидцы событий сообщают о сотнях пострадавших, участников протестов и полицейских, в том числе и о раненых. Официальных данных пока нет. Елена Террен, Николай Старков, Новости Украины. Россия должна прибегнуть к деэскалации и полностью выполнять минские договоренности. Любая дальнейшая военная агрессия будет иметь огромные последствия. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в станице Луганской, куда он приехал в рамках визита в Украину. Он отправился на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе и увидеть, что происходит на линии соприкосновения. Подробности поездки главного дипломата ЕС в Луганскую область знает и расскажет Анастасия Волкова. В станице Луганской Жозеп Боррель посетил единственный ежедневно работающий пункт въезда-выезда и ознакомился с ситуацией в сфере безопасности. Эта КПОВ до сих пор хранит память об активных боевых действиях в 2014 и 2015 годах. Жозеп Боррель увидел разрушенные обстрелами дома. Далее Жозеп Боррель посетил Центр предоставления административных услуг, которые открыли в станице Луганской 16 ноября прошлого года. Здесь более сотни различных административных услуг могут получить и жители временно неподконтрольных территорий. Это мой первый визит на Донбасс. Вы знаете, что мы пытались сделать это раньше. Я очень рад, что нам удалось приехать именно сейчас. Я думаю, это очень хороший момент для такого визита, поскольку геополитический ландшафт меняется очень быстро. И мы видим, что есть угроза того, что ситуация на границе Украины может обостриться. В ближайшие дни состоится заседание министров иностранных дел и министров обороны стран-членов Европейского Союза. Поэтому сейчас очень критический момент для такого визита. Я также рад, что мы встречаемся здесь, в сервисном центре, модернизированном и созданном для граждан при поддержке Европейского Союза. Это лишь небольшая часть той системной помощи, оказываемой Европейским Союзом реформам в Украине по совершенствованию сервисов для обслуживания граждан. Но, безусловно, главная тема сегодняшнего визита – это безопасность. И я рад, что господин Боррель смог собственными глазами увидеть и почувствовать разрушительные последствия конфликта, а также усилия Украины для прекращения этой войны и для облегчения жизни граждан по обе стороны линии соприкосновения. Кроме того, глава дипломатии ЕС коснулся и предстоящих переговоров с Россией. Речь идет, в частности, о встрече в Женеве. Она пройдет 10 января в формате межведомственной делегации России и США. А 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета России-НАТО, на котором планируют обсуждать российские требования так называемых гарантий безопасности. Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог. Однако в этих переговорах задействованы не только два актера, поскольку вопросы, которые планируются поднять, не касаются лишь России и США. Если там будут вопросы, касающиеся безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. И та повестка дня, которую предлагает Россия, касается безопасности Европы и Украины. Уже завтра Жозеп Боррель проведет ряд встреч в Киеве. Там также будут подняты вопросы безопасности Украины на фоне нарастающей российской агрессии и поддержки со стороны ЕС. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Владислав Бабрун. Новости Украины. На фоне массовых протестов и захвата аэропорта Алматы авиакомпания «Эр-Астана» переносит рейсы из Киева в Казахстан. Спустя несколько часов после тревожных событий в Казахстане вылет самолетов из аэропорта Борисполь отложили практически на 9 часов. Так, рейс из Киева в Алматы, который планировался сегодня в 21.40, перенесли на 6 января, на 12.45. Завтрашние рейсы сообщением с Нурсултаном пока планируются по расписанию. И тем временем посольство Украины в Казахстане призывает украинцев воздержаться от поездок в Казахстан до 19 января из-за чрезвычайного положения. А гражданам, находящимся на территории этой страны, рекомендуется не посещать места массового скопления людей. В случае необходимости можно обращаться в посольство Украины в Казахстане на горячую линию. Номер вы прямо сейчас видите на своем экране. По состоянию на сегодняшний день посольство Украины в Казахстане не получило ни одного сообщения от граждан Украины о прямой угрозе их жизни и безопасности. Но мы призываем всех граждан сейчас, первое, регистрироваться в системе ДРУГ. Это онлайн-система, вы можете зарегистрироваться в ней. Второе, в случае какой-либо угрозы вашей жизни сообщать посольству Украины. Все граждане Украины, которые находятся на территории Казахстана, должны демонстрировать бдительность и избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья. События, которые всколыхнули Соединенные Штаты год назад. Сторонники президента Дональда Трампа взяли штурмом Капитолии, пытаясь сорвать заседание Конгресса по подсчету голосов на президентских выборах. Протестующие напали на полицейских и захватили здание на несколько часов. Пять человек погибло, еще 138 получили ранения. Более 700 участникам беспорядков предъявлены обвинения. Суды продолжаются до сих пор. Некоторые эксперты называют события одной из самых темных страниц в жизни США, а другие считают, что это начало истории успехов для Штатов. Однако многие опасаются, что нападение на демократию может повториться. Как показывают последние социологические опросы, до сих пор существует очень большая вероятность повторения этих событий. Потому что даже сейчас только 55% американцев уверены, что Джозеф Байден честно и легитимно победил в выборах и в 2020 году. Демократия американская показала, что да, у нас могут быть потрясения. Да, мы тоже не идеальны. Мы никогда не говорили, что мы идеальны. Но что нас отличает от других, это наша гибкость и наша возможность реагировать. Сейчас продолжаются судебные процессы. А это в свою очередь доказало, что, как говорят все американские юристы и международники, жернова правосудия крутятся медленно, но они все-таки крутятся. То есть американцы в конце концов, как мне кажется, сделают из этого свою success story, историю успеха. Сертификаты о получении бустерной дозы вакцины от коронавируса украинцы смогут сгенерировать в приложении «Идея» уже в конце января. Сегодня национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рассмотрела вопрос о разрешении введения бустерной дозы всем группам населения. Однако специальный документ с ее решением пока не обнародован. Как продвигается кампания по ревакцинации в стране, расскажет Лариса Зубенко. Бустерная доза вакцины повышает защиту от всех штаммов коронавируса до 80%. Об этом говорят немецкие ученые. Эффективность препаратов уже через полгода после вакцинации снижается минимум на 10%. Это подтверждают производители всех зарегистрированных в Украине вакцин. Десятки стран еще летом начали вводить бустерную дозу, а Израиль уже перешел к четвертому этапу иммунизации. Вакцинировать в третий раз в Украине начали с середины декабря. Всемирная организация здравоохранения еще в прошлом году говорила о необходимости и рекомендовала странам достичь 40% охвата двумя дозами населения страны. Такую границу мы пересекли. Мы говорим и даем доступ к использованию уже третьих бустерных доз. Бустерную и дополнительную дозы вакцины от ковида уже получили более 12 тысяч украинцев. Большинство из них медики, сотрудники социальной сферы и пациенты из групп риска, с ВИЧ, онкозаболеваниями или после трансплантации органов. Со вчерашнего дня введение бустерной дозы стало доступно для всех украинцев старше 60 лет, у которых с момента введения второй прививки прошло не менее чем полгода. Следующий этап введения бустерной дозы для всех категорий населения. Решение о доступности третьей дозы вакцины для всего населения пока готовят в Министерстве здравоохранения. А вот введение бустерной дозы людям старше 60 лет уже успешно стартовало. На третью дозу лично в наш пункт обратилось примерно 10 человек на сегодняшний день. Обращаются преимущественно пожилые люди в соответствии с рекомендациями Минздрава. На сегодняшний день есть полное обеспечение, что касается вакцины. Я вот многим говорю, что если вы хотите уберечь свою семью, потому что всегда люди могут принести эту инфекцию еще и домой. Правильно? Зачем это надо? Так что у нас должна быть здоровая наша нация. Ну мы вдвоем с подружкой обязательно будем третью делать. Ну так важно для того, чтобы жить. На полпути не будем останавливаться. Надо и третью, если надо четвертую, четвертую. Отдавать преимущество при ревакцинации, как говорят в Министерстве здравоохранения, будут МРНК вакцином. Это модерн и Pfizer. Схемы иммунизации в Украине утверждены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. У тех, кто сделает бустерную дозу вакцины от коронавируса, срок действия ковид-сертификата в приложении ДИА будет продлен еще на 270 дней. Лариса Зубенко, Юрий Шульга. Новости Украины. Не выбросить, а переработать. В Одессе из использованных новогодних деревьев начали делать удобрения. После праздника, вместо того, чтобы отправить их на мусорные полигоны, елки, сосны и пихты с помощью специального оборудования измельчают. После исполученных щепок будут готовить смесь для утепления растений и удобрения почвы. Наши корреспонденты узнавали, какую пользу можно извлечь из бывших новогодних красавиц. Всего за несколько секунд огромные елки, сосны и пихты превращаются в крохотные щепки. Теперь их отправят не на мусорные свалки, а будут использовать на благо города. В Гурзелентрести с начала года уже приняли 13 фур с праздничными деревьями, освобожденные от новогодних игрушек. Они попадают на специальный полигон, где хвою измельчают. Через год она сможет стать отличным удобрением, которое смешивают с грунтом при высадке молодых деревьев. А сразу после измельчения, переработанной хвоей, утеплят молодые деревья. Она перегнивает, она имеет кислотную среду, меньше будет использоваться удобрений. Мы ее используем на утепление весенников. Предприятие выращивает порядка 200 тысяч весенников, которые с 10 апреля начинают высаживаться. Всего за первые дни нового года коммунальщики вывезли из города около 5 тысяч хвойных деревьев, брошенных продавцами. Были локации, которые самостоятельно не вывезли свои хвойные и оставили их на территории города. Они также были убраны коммунальными службами нашего департамента. А вот сдать хвойные растения в Одесский зоопарк не получится. Последние несколько лет здесь полностью отказались от приема еловых для кормления животных. Однако хвойные являются отличной витаминной добавкой в рацион экзотических питомцев. Так что, например, верблюдам периодически дают пожевать еловую или сосновую веточку. Там много хвойных масел, но как прикормка, как витаминная добавка, как некоторое баловство можно рассматривать. Мы приобщились к идее не использовать живые елки на новогодних праздниках. Есть сейчас в продаже прекрасные искусственные елки, которые могут там десятилетиями служить. И не надо рубить живые деревца. В зоопарке объясняют, елки часто украшают искусственным снегом и обрабатывают красителями. Такая химия противопоказана животным. Богдан Севко, Никита Бабенко. Новости Украины. Елочные игрушки и праздничные открытки в музее Киева провели специальный мастер-класс. На нем детям рассказали про историю и значение рождественских украшений и даже научили делать их своими руками. На мастер-классе побывали и наши корреспонденты. Третий классник Юлиан на таком мастер-классе уже не впервые. В прошлый раз учился плести новогодние венки. А сегодня дает советы, как правильно делать игрушки. Это помощник Деда Мороза. Сначала надо сюда приклеить эту ветку, чтобы была голова. Затем такой носик пластиковый. Тоже приклеить. А потом вот такие глаза. Материалы выбирают яркие, разнообразные, но легко доступные. Тут и ткань, и шишки, и даже корица. Вещь, сделанная своими руками, ее гораздо приятнее получить в подарок, чем купленную где-то в магазине. И мы хотим показать, что для того, чтобы сделать что-то интересное, приятное и очень душевное, не нужно покупать дорогие материалы. Это можно сделать из чего угодно. По словам организаторов, таким образом они хотят возродить традицию делать игрушки своими руками. До фабричного производства их делали в кругу семьи. Мастер-класс приурочен в выставке «Рождественские истории Киева». Тут можно увидеть елочные игрушки и открытки 19-го и 20-го веков. И то, как они менялись под влиянием своей эпохи. Вот, например, Дед Мороз, которого в 20-е годы прошлого века изображали простым горожанином. А это открытки украинской диаспоры. Тут, наоборот, религиозные символы, сине-желтая гамма и даже есть открытка с участником украинской повстанческой армии. А по елочным украшениям можно увидеть, как менялся мир в 20-м веке. Здесь образцы дрезденского картонажа, которым украшалась рождественская елка. 30-е годы с символикой серп и молот и характерные украшения и гирлянды 1936-1939 годов. Монтажные или каркасные игрушки 50-х годов с изображением спутников, воздушных шаров и самолетиков. И большие стеклянные шары, расписные, а также съедобные предметы. Посетить выставку «Рождественские истории Киева» можно будет до 19 января. А тематические мастер-классы для детей и взрослых проводятся тут регулярно. Узнать о них можно на сайте Музея Киева. Данила Кобза, Евгений Савицкий. Новости Украины. И возвращаемся вновь к событиям в Казахстане. Происходящее в стране прокомментировали в Белом доме и в Организации объединенных наций. США следят за ситуацией и призывают протестующих к мирным действиям. А власть к сдержанности. ООН просит стороны не прибегать к насилию. Больше информации и видеоконтента ищите также на наших интернет-платформах, на наших страницах. Обязательно подписывайтесь, комментируйте. Мы ценим ваше мнение и здоровье каждого украинца. Поэтому вакцинируйтесь, чтобы уберечь себя и родных от тяжелых последствий коронавируса. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова